Все альбомы золотого периода в дискографии Бритни Спирс, которые мы так любим, во времена своего выхода никогда не выпускались на виниловых пластинках. Вы не поверите, но первый релиз альбома Бритни Спирс на пластинке состоялся сравнительно недавно, в 2016 году. Это был ее последний на сегодняшний день альбом Glory. А ее дебютный альбом 1999 года Baby One More Time в формате виниловой пластинки появился лишь в 2017 году. Дело в том, что эпоха миллениумов, в которой дебютировала Бритни Спирс, а вместе с ней были популярные Backstreet Boys, NSYNC, Наталья Рейера, Кристина Агилера, эта эпоха уже не предполагала массовую музыку на пластинках. Это казалось чем-то устаревшим и несовременным. У каждого времени свои фишки, и отвечая на вопрос, почему же такая популярная певица как Бритни Спирс в свое время не выпускалась на пластинках, можно сказать, наверное, что время было для этого непопулярно. Я бы сказал, вообще неподходящее. Если для американских детей в конце 90-х был популярен формат CD-дисков, то для тенейджеров в России верхом счастья была аудиокассета. А если еще и с разворотом и оригинальной обложкой альбома, то это было вообще просто вау. В начале 2000-х компакт-диски стали вытеснять аудиокассеты. Я до сих пор помню, какие они были дорогие и как тяжело было найти фирменный диск. Думаю, что столько пиратских дисков, сколько было у нас, не было нигде. Обязательно напишите в комментариях, если вы помните эти бесчисленные пиратские кассеты и диски Бритни с одинаковыми песнями, но с кучей разных обложек, которые у нас продавались в то время. Для меня в период моего уже осознанного детства пластинки ассоциировались с детскими сказками, которые мне ставили родители на проигрыватели дома. Тогда даже еще видеомагнитофона не было. Или вот пластинки ассоциировались с голосом молодой Аллы Пугачевой на пластинке, которая играла на бабушкиной радиолле. Если помните, да, это такой огромный аппарат, такой музыкальный центр того времени, с радио и проигрыванием винила, такой два в одном. Звук был плохой, все время щелкал, перескакивала пластинка с места на место. К слову, современные пластинки звучат отлично. Все это миф про щелчки и жуткий песок в звуке винила. Миф, который сформирован в нашем детстве из-за, наверное, плохой техники, из-за, частую, из-за незнания наших взрослых, как ухаживать за винилом. Помню, как в начальных классах, это был год 97-й или 98-й, учительница музыки в школе ставила нам еще Баха и Чайковского на виниловых пластинках. Представляете? И все эти пластинки и их звучание осталось для меня в какой-то степени чем-то нафталиновым, романтичным, добрым, но чем-то таким, к чему я уже, казалось, никогда не вернусь. У каждого времени свой дух, свои идеалы, свои новшества, свои форматы. Уже в первой половине двухтысячных музыка в формате MP3 стала вытеснять CD. Зачем, собственно, покупать диск с 12 песнями, когда можно купить такой же диск со 120 песнями? Да и цена приятно радовала обывателей. Пиратка с кучей треков стоила в разы дешевле оригинального альбома. Уже вскоре все совсем перешло в цифру. Казалось, альбомы на CD-дисках остались только для коллекционеров, а формат кассет вообще умер. Я четко помню этот период смерти музыки как физического объекта, вот по крайней мере для масс, все стало виртуально. Музыку стало возможным за секунду скачать в интернете и послушать. Несмотря на цифровой бум, меломаны, коллекционеры, физических носителей продолжали покупать музыку на дисках, пластинках, кассетах. Правда, предложение пластинок было уже не таким большим. Современных на то время исполнителей, таких как Бритни Спирс, предпочитали выпускать на CD. Потому что ее молодой аудиторией винил был чужд. Если раньше тиражи виниловых пластинок были огромными, то в 2000-х они заметно сократились. Именно поэтому многие издания в период, например, с 2005 по 2008 год на виниле стоят сегодня дорого. Потому что тиражи были в то время маленькие. Ярким примером современной поп-музыки на столь винтажный формат, как винил, является альбом Мадонны Хардкэнди, выпущенный в 2008 году. И казалось бы, 2008 год, тогда уже и CD был нафиг никому не нужен, но альбом выпустили еще и на виниле. Конечно же, тираж был небольшой, по большей мере для фанатов, которые изначально слушали Мадонну на виниле. Но с 2008 года альбом Мадонны Хардкэнди на виниле еще ни разу не переиздавали. Поэтому сегодня он является одним из самых дорогих альбомов Мадонны на виниле. Его цена сегодня варьируется в зависимости от курса от 30 до 50 тысяч рублей. Но в этом мире все циклично, и музыка должна была вернуться в ее физическом воплощении и покорить новое поколение меломанов. От виртуальной музыки из mp3 плеера все устали, к CD возвращаться ну еще слишком рано. Кассеты как бы тоже спорный вопрос. Хотя сегодня и на кассеты, и на CD спрос есть. Но винил, казалось бы, самый громадный и неудобный вариант, все же лидирует. В какой-то момент, это был где-то год 2011-2012, меломаны глобально истосковались по винилу. Все музыкальные форматы на то время исчерпали себя, и настал момент, либо совсем избавиться от физических носителей музыки, либо вернуться к истокам. Спрос, как известно, рождает предложение. Музыкальная индустрия очень оперативно начала реагировать на спрос любителей музыки и возвращать на производство все больше и больше новой музыки в давно забытом формате виниловой пластинки. В 2022 году в Великобритании было продано 5,5 миллионов виниловых пластинок, что стало самым большим объемом продаж с 1990 года. А уже в середине 2023 года продажи винила в Великобритании выросли еще на 13%. Бесконечный рост стриминга Spotify, не говоря уже о TikTok или YouTube, теперь отражает основной способ, которым большинство людей слушают музыку. Никто не отрицает, что популярность этих цифровых и онлайн платформ затмевает возродившийся интерес к старомодным аналоговым записям. Однако одна из самых любопытных вот особенностей возрождения винила заключается в том, что многие пластинки покупают люди, у которых даже нет винилового проигрывателя. То есть люди слушают музыку в телефонах, но падают в оморок от запечатанной в пленку виниловой обложки. Такие люди считают пластинки предметом искусства и даже не стремятся их распаковать. Обязательно напишите в комментариях, что винил для вас. Просто эстетика или вы любите его слушать? Я думаю, что для таких, как я, кому чуть за 30, это ностальгия. Для более молодых это вообще что-то новое, чего они вообще не видели. Люди хотят не только слушать, но и трогать музыку, видеть эти красивые обложки, наблюдать, как музыка буквально рождается у них на глазах от прикосновения иглы к пластинке. Я тут вроде бы должен сказать, что в наши дни винил вернулся. Но уходил ли он? Нет, он никуда не уходил. Это поколение и времена менялись. Этот уникальный музыкальный формат просто ждал своего часа, чтобы снова стать мейнстримом. Сначала человечество хотело просто запечатлеть музыку, потом научиться ее тиражировать. Первые пластинки из шелака были очень хрупкие. Потом придумали поливинил-хлорид. Потом люди хотели как-то изменить формат, громоздкий формат вот этого винила в 12 дюймов. Пластинку заменили на пленку. Помните первые бобинные магнитофоны с магнитной лентой? Это был прорыв. Затем людям удалось сделать кассету с пленкой компактной. В 1964 году начали выходить первые аудиокассеты, такими, каких уже их знаем мы. Музыка уменьшилась настолько, что помещалась в карман с аудиоплеером. Революцией звука стал формат компакт-диска и до сих пор считается многими непревзойденным по звучанию форматом. Кстати, первый в мире CD-диск был выпущен в тираж в 1982 году. На нем был записан альбом группы ABBA The Visitors. И вот в то время, когда в мир пришла Бритни Спирс, формат CD был в расцвете. Все издания ее альбомов и синглов выходили в бесчисленном количестве именно в этом формате. Поэтому нам с вами и казалось, что винил умер, а он не умер. Ему просто не было места в современном компактном мире миллениалов. Несмотря на то, что, как я уже сказал, альбомов Бритни Спирс на пластинках не было, но зато синглы все же были. Еще в сентябре 1998 года компания Jive Records выпустил ее дебютный сингл Baby Woman Time на виниловой пластинке. Более того, ее синглы на пластинках выпускались вплоть до 2007 года. Но с течением времени все реже и реже, да и тиражи были очень маленькими, а ценность виниловой пластинки во многом обусловлена ее тиражом. Поэтому сегодня эти издания крайне редкие и, конечно же, являются одними из самых ценных вещей в моей коллекции Бритни Спирс. Они были выпущены и распространялись в основном в США. И не среди ее фанатов детского возраста, а среди диджеев в ночных клубах, потому что даже в 2000-х в эру цифровой музыки, если ты серьезный диджей, то музыку на своих вечеринках ты должен играть на виниле, несмотря на новшество времени. На большинстве этих пластинок указано, что они не для продажи, а лишь для продвижения. В детстве я вообще не знал и представить не мог, что синглы Бритни издавались на виниле. Да и как я мог этого знать? Интернета не было, была эра дисков. И только спустя годы, когда я узнал, что такое eBay, я обнаружил там лоты с пластинками Бритни. Я, конечно, тогда офигел. Во-первых, от этой огромной обложки, да, вот визуальная составляющая, это, конечно, эстетика винила. Это очень красиво. Во-вторых, сама пластинка, это что-то большое, магическое. Ты должен сделать определенные действия, чтобы воспроизвести эту музыку, чтобы считать ее с этих дорожек. В общем, это такой очень классный вайп. И вот я обожаю как раз-таки этот ритуал, что ты достаешь эту музыку из конверта, открываешь, вот ставишь на виниловый проигрыватель, ставишь иглу звукоснимателя, и вот рождается этот аналоговый звук, он идет, и ты видишь прям, как эта вот музыка в моменте звучит. Это совсем не то, что ощущение, на самом деле, что на стриминге. И я думаю, что именно вот это одна из самых больших причин, почему вот сегодня, да, винил так популярен, потому что вот в этой цифровой технологии люди так и остасковались по этому, вот этому ощущению присутствия музыки в жизни, что это стало таким вот толчком к популяризации этого. Но я отвлекся, давайте дальше. Сегодня, в 2024 году, формат музыки на виниловой пластинке является самым популярным. Люди все еще любят музыку не только ушами, но и глазами. У людей есть потребность тактильного ощущения. Если исполнитель любимый, то через эти физические вещи ты хоть как-то можешь почувствовать свою причастность, поддержать любимого исполнителя. Сегодня музыкальная индустрия как нельзя оперативно и изощренно отвечает на спрос потребителей. Каждый популярный артист, помимо стриминга, обязательно выпускает свою музыку на виниле. Тейлор Свифт вообще, мне кажется, просто грабит своих фанатов, выпуская 8 версий винилов с разными обложками, как, например, это было с ее альбомом Фольклор. В своем недавнем видео про Джей Ло я говорил, что ее новый альбом вышел на винилах в 9 разных версиях с одинаковым трек-листом. Кто-то явно недоволен и понимает, что это чистой воды коммерция, а кто-то радуется, листая буклеты, читая тексты песен, разглядывая эти роскошные фотографии и понимает, какая работа была проделана командой для создания этого предмета. Это не просто музыка, это ее визуальное физическое воплощение, которое так приятно держать в руках. Когда в 2016 году на то время новый альбом Бритни Спирс Глори впервые помимо диска вышел на виниле, это стало толчком к ному витку коммерческой машины Бритни Спирс. И предложение на рынке не заставило себя ждать. На следующий год, в 2017, к юбилею альбома Baby Woman Time, прекрасный повод, лейбл Бритни анонсировал его выпуск впервые на виниловой пластинке. Формат оказался настолько востребованным, что на сегодняшний день альбомы Бритни выпустили на пластинках в трех-четырех версиях каждой. В какой-то момент я просто уже заколебался их покупать, а ведь когда-то я и мечтать об этом не мог. Несмотря на то, что на винилах все альбомы Бритни выпустили сравнительно недавно, некоторые издания уже стоят бешеных денег и их сложно достать. А все потому, что они выпускались маленькими тиражами. Ожидается, что общие продажи винила достигнут 5,5 миллиарда долларов в 2024 году, что почти вдвое превышает объем продаж за последние три года. В следующем видео я покажу вам всю свою коллекцию винтажных синглов Бритни и Спирс на пластинках и, конечно же, все версии новоделок, как их называют сегодня, альбомов Бритни на пластинках. Пожалуйста, напишите, что думаете вы о формате виниловых пластинках, какие у вас с ним ассоциации, собираете ли вы винил, нравится ли вам просто смотреть видео про пластинки, слушаете ли вы его. Многие, кто слушает и собирают, относятся к винилу по-разному. Некоторые действительно как к предметам искусства и даже не распечатывают их или покупают винил в двух экземплярах, один распечатать, другой открыть. Я, допустим, храню, я их все открываю, слушаю, потому что считаю, что жизнь одна, мы все умрем, надо наслаждаться сейчас. И не думаю о том, чтобы потом как-то это все перепродать, хотя я знаю о стоимости, что типа запечатанные пластинки, они стоят дороже, распечатанные дешевле. В моей коллекции есть очень редкие экземпляры, которые я буду рад вам показать. Но начнем, конечно же, с Бритни и Спирс, потом, возможно, дойдем до всех других артистов, которые есть у меня в коллекции. Мне очень было интересно сделать это видео для вас, потому что прежде чем рассказывать о синглах Бритни и Спирс, нужно было вообще пояснить, почему сначала были синглы, а потом только альбомы, почему ее альбомы не выпускались на винилах в 2000-х. Вот было такое действительно время. Я несказанно рад, если вы досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, пишите свои комментарии. Для меня обратная связь всегда очень важна. И когда мы с вами что-то обсуждаем, я вот чувствую, что я не один в этом своем хобби, в своем увлечении. Спасибо вам за любовь к моему каналу, за любовь к Бритни. Меня зовут Александр Ковальстик, и я здороваюсь в конце этого видео, чтобы не тратить ваше время. Увидимся в новых интересных роликах. До новых встреч. Пока-пока.